Привет, друзья! На связи с вами Серега. Спасибо за лайки, спасибо за то, что делитесь моими видео. Мы продолжаем заниматься по курсу HTML Master. И сегодня я вас познакомлю с двумя видами числовых полей. Давайте мы перейдем на нашу страничку, сделаем копию абзаца с полем «Укажите сайт». И здесь давайте, например, представим, что мы хотим спросить у человека его вес. Поэтому тут пишем «Так, ваш вес». И в скобочках давайте напишем «kg», например. Дальше тут давайте мы все заменим на «num». А здесь «placeholder» в принципе нам уже не понадобится. А вот тут мы заменим значение «type» на «number». То есть это будет обычное числовое поле, которое поддерживает вот только чисел. И посмотрите. Если я наведу сейчас на это поле курсор мышки, то у нас появляются вот такие две стрелочки. И мы можем спокойно при помощи их увеличивать и уменьшать значение поля. Как вы видите, оно может принимать и отрицательные, и положительные значения. Ну, соответственно, сюда мы также можем вводить и при помощи клавиатуры любые значения. Однако цифры у нас здесь не пройдут. Давайте мы попробуем отправить нашу форму. Ну, видим. Введите число. То есть браузер делает проверку, чтобы здесь были только цифры. Теперь давайте представим, что у нас здесь идут килограммы, и пользователь может указать значение с пинусом. Соответственно, это не катит. Правильно? Поэтому тут что мы можем сделать? Мы зададим специальный атрибут, который называется «min», и он указывает минимальное допустимое значение. Давайте напишем «35». И теперь смотрите. Так, давайте я здесь уберу все отсюда, нажимаю на стрелочку вниз, и у меня меньше 35 ничего не опускается. Больше может, а вот меньше нет. Точно так же работает атрибут «max». Точнее, не точно так же, а наоборот. То есть он указывает максимально допустимое значение. Давайте мы здесь поставим 40. И теперь мы можем опуститься минимум до 35 и максимум до 40. И будьте внимательны, потому что пользователь не сможет ввести значение меньше 35 в это поле и больше 40. Браузер просто этого не допустит. Давайте я напишу 45. Отправить. Видим. Ругается. Давайте мы сделаем более реальные значения, например, 200. И уже, соответственно, можем увеличивать. Также мы можем нашим полям задавать шаг. То есть если у нас подразумевается число кратное чему-то. Шаг задается при помощи атрибута «step». И, например, если мы здесь напишем 5, то, обратите внимание, наши поля начинают увеличиваться и уменьшаться на пятерочки. И здесь тоже один очень важный момент. Если вы напишите письмо, точнее число, которое не совпадает с шагом, то есть начиная с 35, добавляется пятерка, получается значение 40. Если мы напишем 41, то оно у нас тоже не пропустится, потому что шаг не совпадает. Отправить не получается. Но если мы напишем 45 и нажмем «отправить», у нас все отправляется. В принципе, думаю, с этим понятно. Поэтому сейчас давайте перейдем к следующему полю. Копируем вот это значение. Здесь будет немножко побольше информации. Здесь давайте мы сразу же напишем значение. Я даже не знаю. Давайте будем спрашивать рост. Поле будет называться «range», поэтому тут напишем «run». Так, и тип поля давайте напишем «range». Видите, у нас здесь появился ползуночек. Вот такой вот он ездит тогда. К нему применяется все то же самое. Давайте мы просто напишем ваш рост и напишем «sm». К нему применяются те же самые атрибуты, что и к полю «number». Отличаются только тем, что здесь мы вводим, а тут ползунок идет специальный. И если вы посмотрите, откроете вот это поле в Е11, то когда вы будете ввести ползунок, вот здесь сверху будет появляться такое поле со значением, которое принимает этот ползунок. Но в других браузерах такого вот почему-то не продумали, согласитесь, неудобно. Но этот момент мы тоже можем, в принципе, исправить. А теперь давайте я вам покажу, как это работает. Например, здесь давайте мы поставим 0 и шаг поставим не 5, а 50. И теперь смотрите. Наш ползунок, он может принимать, ну, короче, одно значение, второе, третье, четвертое, пятое значение. То есть от 0 до 200 с шагом 50. Если мы поставим 100, то уже получается ползунок может принимать только 3 значения. То есть все вот эти атрибуты, они тоже работают. Так, давайте мы здесь напишем, например, 300. Здесь уберем шаг, рост бывает всякий, да, уже нормально ползунок ползает. И, например, как нам это все дело вывести? Для этого есть специальный тег был придуман, который называется output. Однако, обратите внимание, что вот та фишка, которую мы сейчас будем делать, при помощи скриптов в теге output все выводится, она не будет работать в браузере IE. Итак, пишем тег output. И в нем, например, так, давайте мы, кстати, вот здесь, где у нас идут циферки, давайте мы поставим value 35, чтобы у нас сразу значение нормальное применялось. А вот здесь, обратите внимание, значение value, оно определяется автоматически, то есть берется минимальное значение, максимальное, складывается, делится пополам и получается серединка, да. То есть у нас тут получается значение 150. В принципе, давайте мы здесь поставим value 100, у нас ползунок чуть-чуть сместится. И теперь давайте мы тут тоже поставим значение 100, то есть чтобы совпадало все. И заставим вот эту циферку изменяться в соответствии с нашим ползунком. Для этого мы будем использовать скрипты, только давайте сразу же мы тут пропишем идентификатор, чтобы добраться могли к этому output и напишем, ну какой, давайте out. Так, теперь для тега input вот этого мы можем написать следующее. Так, событие on input и в нем мы пишем out, то есть вот для этого идентификатора out value, так, равняется, и в скобочках пишем, равняется значению вот этого, то есть пишем run value. И теперь смотрите, я сохраню страницу и у меня начинает вот так вот все это ездить. Давайте я обновлюсь и видите, циферки так вот увеличиваются. Давайте мы сделаем немножко более универсальную конструкцию. Давайте тут добавим два тега br, чтобы это все сползло. Здесь мы скопируем вот этот лейбл, вставим его сюда и напишем ваш рост равен 100, а тут пишем сантиметров, сантиметров. И давайте мы вот эту конструкцию еще раз скопируем, ставим сюда вот пониже. Так, вот эти атрибуты давайте мы удалим. И тут ваш рост равен 100 миллиметров. Помним, что сантиметры, они в 10 раз получаются больше миллиметров, поэтому тут пишем не 100, а 1000. И тут давайте напишем или, или 1000 миллиметров. И теперь, если вы посмотрите, у нас тут вообще ничего не работает, потому что у нас тут два одинаковых ID. Давайте мы тут поставим ID 2, out 2 точнее. И теперь у нас первый начинает работать, а второй еще у нас в заморозке, так сказать. Чтобы это исправить, мы должны сюда тоже дописать вот такой код. То есть мы просто копируем, поставим здесь давайте точку с запятой, ставим сюда еще вот этот скрипт и здесь напишем out 2. Посмотрим, что у нас выходит. Видим, все работает, только здесь у нас столько же миллиметров, сколько и сантиметров. Давайте мы вот это значение умножим на 10. Я сохраняю страницу, обновляю все это дело и смотрите, вот сейчас у нас все показывается нормально. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам этот урок понравился. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал и, конечно же, делитесь моими видео. И мы скоро увидимся в следующем обучающем занятии по курсу HTML Master.